Да, мы там парим в каком-то космосе, наверное, вместе с вами. Привет, Кость. Привет, привет. Рады видеть. Мы, на самом деле, всегда бесконечно рады тебя видеть. И когда долго не общаемся уже, хотя бы так виртуально, уже начинаем скучать, честно говоря. Спасибо, дорогие мои. Я тоже очень рад. Эфиры с вами – это просто для меня всегда подъем, распахивание. И что говорить, мы все пленники возраста, я тоже, своих почти 65 лет, поэтому вот живительный контакт с молодежью, вы для меня молодежь, это просто новые окна в мир всегда. Ваши ощущения мира, ваша деятельность, ваши идеи, ваши просто чувства, вот это для меня просто бесценно. Спасибо, спасибо вам, спасибо всем участникам нашего эфира. Владимир, благодарим. Каждый раз я в предвкушении нашего общения, потому что, я помню, мы уже в моем аккаунте встречались, но я еще раз хочу сказать, что Владимир – наш учитель, хороший друг и человек, который вдохновляет своей многогранностью. Я даже не знаю, возможно ли в двух словах описать Владимира, мне кажется, что невозможно, потому что настолько огромный спектр всего. И я как вот написала в посте, что это как будто войти в мировую библиотеку. Ого, это подходит. Я так вот слушаю тоже вас, ребят, и думаю, неужели я уже умер? Почему? Только всего, как о ком-то, кто уже там где-то как-то вот вканул вечную. Я, ребят, я нормальный человек, как и все. Играю разные роли, в том числе на каком-то пути для Луи, Кости, Коса. Он сыграл роль наставника, ну просто потому, что я старше по возрасту был, они оказались, заинтересовались тем, чем занимаюсь я и семинарами. Так что все мы друг к другу в разных ролях и отношениях в этой и в бесчисленных прошлых и будущих жизнях будем так, что можно успокоиться и перейти к нашей теме главной, да, ребят? Ну ты знаешь, я могу сказать, что когда, извини, Володь, я добавочку скажу только одну, что когда я вот тогда прочитал Космическую игру после моей болезни, которую ты меня потом назвал Фениксом, который сгорел, и я вот тогда прочитал Космическую игру. Много раз сгорел и возрождался уже. Да, да, набрал телефон Кристиной, как оказалось, и пришел к тебе на первый процесс, это для меня было, конечно, просто удивительное, колоссальное действие, не только с точки зрения того, что в какой-то момент меня там сжег медведь, там медведь на меня смотрел, потом открыл пасть и меня, я вообще вылетел. Вот, ну а еще с точки зрения того, что я каждый раз, это 4 года я прям ходил-ходил, я наблюдал и впитывал, как ты можешь говорить, очень ярко сплетать одну тему с другой, перетекать и делиться, это так красочный, такой большой стори-теллинг. Теперь, на сегодняшний день, мы тоже уже входим в такие ораторские потоки и можем уже достаточно неплохо что-то сплетать, вот, но ты меня когда-то очень вдохновил, как ты это делал изящно. Ну, теперь ты прекрасно понимаешь, что тут никакой тайны нет, просто нужно жить своей жизнью, жить главным там, и постепенно образуется вот этот внутренний сад, где ты уже свой, ты просто ходишь и по различным маршрутам и делишься тем, что ты видишь. Вот и все, никакого особого тут сложности или мастерства нету, просто жить на всю катушку и заниматься любимым делом. То есть, наверное, есть главный секрет того, как пробудить своего внутреннего гения, да, просто начать ходить по внутреннему саду. Ну, а скажите мне, кто и из детей не сам собой? Вот нормальный ребенок, у которого там любящие родители, который так радуется жизни, у которых нет никаких таких особых сложностей, то есть он не в том месте, где война там, не в том месте, где голод, не в том месте, где что-то серьезное, больные родители, у них что-то не хватает. А в нормальной, хорошей, любящей семье дети счастливы, они радуются жизни, они живут в моменте полностью, переживают на всю катушку. Вот я думаю, что это, когда Христос говорил, будьте как дети, ибо их им есть Царствие Небесное, он, наверное, имел в виду и это, о том, что у детей нет препятствий, которые мы, как взрослые, накапливаем, смиряясь, незаметно. Самое главное, что это происходит незаметно, каждый день по кусочку свободы, по искорке творческого духа запирается, отделяется, отгораживается, и потом мы, взрослые, оказываемся вот в этом беличьем колесе жизни и думаем, почему все кончилось, да? Почему каждый день так мало нового, почему все повторяется, этот вечный день сурка, почему эта спираль все быстрее закручивается, и последние 20 лет до смерти, как один день в детстве. Поэтому, наверное, вот у детей мы можем учиться вот этой радости, переживания жизни, полноте, настоящему моменту. Дети, естественно, обитатели в царстве творческом, царстве духа, царстве Будды, царстве Лао-цзы, царстве реальности, наверное, точнее сказать, чтобы так как-то не ограничивать вот это пространство творчества только какими духовными измерениями. Это, конечно, важно, здорово, но для полноты, а не как что-то такое особое. Я думаю, что творчество – это наша жизнь, жизнь может быть непрерывным творческим актом, и я вот на старости лет пришел к выводу, что в любой, в любом возрасте, в любой ситуации можно творить, и творчество – это лучшее лекарство от несвободы, творчество – это преодоление вот тех ограничений, в которых мы живем, как люди. Мы обладаем человеческим телом, да, у нас есть определенного рода роли, традиции, колеи, это неизбежно. Да, раз есть история, мы эволюционировали когда-то от гоминидов, да, к людям, раз есть материальный мир, мы неизбежно ограничены, но через творчество мы все это преодолеваем. Вот это, наверное, мне кажется, потрясающий подарок вселенной нам. Слушай, ты знаешь, мы же, вот говорят в древней разной писании, что родиться в человеческом шкуре, в жизни человека, многие считают, что это большая удача, что это огромные возможности, может быть, потому что у нас этот нарост, неокортекс есть, и я знаю, я у Черниговской как-то листал одну книгу, и про то, что вот этот неокортекс и возможность творить, это подарок именно человеческим существам фактически, да. Вот я на самом деле понимаю, что это, получается, мы проживаем, вот возможность творить, она в потенциальности ведь у всех есть, получается, но насколько мы способны распаковать, как бы, этот принцип, что мы все по образу и подобию, мы все творцы. Есть ли люди, которые проживают эту жизнь и не войдя, как бы, в эту силу, или, как ты считаешь, это, или в любом случае, любому человеку за жизнь предстоит это распаковать, как бы? Я думаю, что каждый человек столь же гениален, как вот наши герои, гениальные, которых мы чтим, стремимся подражать, как все Эйнштейны, изобретатели, ученые мира, как великие артисты, как великие режиссеры, художники, поэты, музыканты, творцы вообще всех мастей, первооткрывателей. Я думаю, что каждый человек несет в себе как свою истинную природу, весть о которой пришла через основателей мировых религий, а до них через великих язычников-творцов, а до них через великих шаманов, которые эту весть творчества проводили в человеческом мире. Я думаю, что каждый из нас творец, но величайшая проблема состоит в том, что, живя вот в этом гипнозе обычности, нормальности, повседневности, мы думаем, а, нет, это не про меня, творчество, нет, я нормальный, я такой же, как все, живу обычной жизнью. Мы попали незаметно и завязли в этой колеи. И первое, что нам необходимо знать, это то, что мы можем. У нас есть этот дар. От нас в значительной степени зависит вселенная, она уже дала нам этот дар. Остальное зависит от нас. И поэтому очень важно, прежде всего, и своими примерами, то есть все творцы должны, я считаю, это их прямая обязанность, делиться этим знанием, как они стали творцами, как они раскрыли в себе дар, каков был их путь. То есть они должны, ну, показывать, вести за собой людей, примерами своих жизней. Так вот, первое, узнать, что мы все одарены, почувствовать это. Проще всего это либо через собственные творческие акты, через вспоминание себя ребенком, все дети творят. У них нет проблем не творить. Они танцуют, поют, изобретают, рисуют, в моменте общаются, и все это живо, творчество, и на всю катушку на самом деле. Поэтому первое, почувствовать, понять через акты собственного творчества, через внутреннего ребенка, через любые тренинги, через необычные переживания, через экстатический опыт, через поддержку друзей, через спонтанную импровизацию, почувствовать, да, я тоже могу, у меня это есть. Второе, ну, начать помогать себе расти, раскрывать, а раскрывать это прежде всего подпитывать вот это семя творчества, древе творчества, выращивать его, то есть быть садовником своей творческой души, и помнить, что это не только твоя душа, это сад, общечеловеческий сад творчества, и что выращивая свое семя, ты лучше всего сможешь, как в Махаяне, в пути бодхисаттвы, заботясь о семенах других людей. Ну, через свое собственное творчество и через общечеловеческую поддержку всеми уместными, доступными тебе способами, да. Тут не будем раскрывать ту тему, тут все, много-много-много-много-много чего. И затем, конечно же, устранять препятствия, которые у каждого из нас есть к творчеству. И я вижу здесь, ну, несколько следующих проблем. Первое – это понимание того, что такое творчество во вселенской картине мира. Ну, то, что Андрей Бергсон, французский философ, гениально выражил в своей Нобелевской книге, за нее он получил Нобелевскую премию по литературе – творческая эволюция. Книга была издана в 1907 году, и я думаю, что вот почти через сто с лишним лет мы могли бы уже следующий слоган или следующую книгу представить – творческая эволюция 2.0, да, вот для 21 века. Потому что, ну, действительно, прошло сто с лишним лет, и мы узнали очень много нового и сотворили очень много нового. И искусство необычайным образом развелось, и мы сами много очень знаем. Поэтому пришло время творческой эволюции 2.0. Но коренная интуиция Бергсона о том, что творчество и эволюция, развитие человека, человечества и вселенной, они теснейшим образом взаимосвязаны. Мне даже неловко говорить, что это две стороны одной монеты, потому что у этой монеты может быть много сторон. Это может быть такой многоугольник, где столько много важных моментов. Но сокровенная, я бы даже сказал, супружеская связь творчества и эволюции, первозданная – это абсолютный факт. То есть без творчества нет никакого развития. Развитие. Развитие – это и есть выход из клеток, преодоление любых ограничений, рост, расширение и слияние со всем, объединение. Но это живой процесс, в котором нет концепции. Мы не можем сказать, что вот я расту, или человечество, или вселенная. Есть просто любая модель творчества, она чревата тем, что мы можем попасть в ловушку ума, в ловушку общечеловеческих представлений. Типичный пример – европейская концепция творчества, которая теснейшим образом связана с европейской социокультурной исторической картиной мира, которая две тысячи лет, она модулируется, развивается в русле, в лоне христианства, то есть монотеистической религии. Монотеизм – один и единственный бог, источник и основа всего. Если в политеизме, то есть в язычестве, общечеловеческое представление и картина мира, общечеловеческой парадигмы и взгляд на мир. Было много богов, которые образовали семейства. Каждый бог был разный. В греческой культуре, вот у меня есть детальные карты греческого высшего мира, там больше тысячи высших существ. И только мы знаем хорошо более-менее 12 олимпийских богов, но их много. Боги, полубоги, герои, неяды и так далее, титаны. То есть сложные взаимоотношения и образованный грек, живущий в пятом тысячелетии нашей эры или в седьмом, во время Гомера, он был в контакте со всем этим миром. В местах силы, в святилищах, которые были порталами от человеческого мира в мир богов с помощью ритуалов, которые помогали направить энергию места, энергию человека так, чтобы она образовала луч, достигающий высшего мира, богов. Устанавливалась связь, заручались поддержки богов. Боги были образцами для поведения в жизни людей. Таких образцов было тысячи. Вот проблема, связанная с монотеизмом, там есть, как и везде, и положительные, и отрицательные черты. Положительная черта – это мощнейший фокус на центр, на главное, на суть, объединение всего. Это абсолютный идеал совершенства и единства. Единство всего и вся. А негативный аспект – это то, что по своей человеческой привычке мы все заземлили, материализовали, ограничили. Как Ницше Ехидн назвал свою книжку, человечество слишком человеческое. Вот мы слишком люди. И поэтому наше восприятие абсолюта было человеческим, земным. Мы ограничили его своим восприятием, своим опытом, своими ресториями, своим языком. Всем-всем-всем-всем-всем. И поэтому в массовой религии нет абсолюта. Он только присутствует. Вот этот первозданный, истинный смысл только в мистическом крыле монотеистических религий. В исламе и у суфиев, в иудаизме, в Каббале, в алхимии, у гностиков в христианстве и в мистическом христианстве, преимущественно в православном христианстве, в исихазме. Там сохранилось ядро живого понимания абсолюта. Не того, что является единственным, а то, что является прежде всего единым. И человек по образу и подобию высшего всегда создавал свой мир. В шаманизме по образу мира, верхнего мира, мира духов, целителей и высших духов, во времена язычества по образу мира богов и следовал их советам, их пути, заручался их помощью во время монотеистических религий по образу высшего. И вот высшим – это бог-отец, бог-сын и бог-святой дух. Вот это триада христианства. И поэтому в монотеистических религиях невольно работала следующая формула создания человеческого мира. Один бог – один человек. И вот все богатство мира неизбежно приняло человеческий масштаб, антропологический масштаб. И человечество постепенно погрузилось в антропологический сон, как назвал это состояние Мишель Фуко, известный французский философ. То есть мы заснули, мы потеряли контакт с абсолютом, с истинной реальностью, мы ограничили себя во всем. И вот в этой ситуации следование… Смотрите, вот какая интересная вещь. Когда есть единственный, великий, высший, который сотворил все, который является источником всего, который является единственным творцом с большой буквы, а мы, люди, мы все являемся тварью, тем, что сотворено, единственная возможность общения с творцом – это подчинение, абсолютное подчинение. Какая дружба! Только я беспрекословно подчиняюсь и следую твоей воле во всех аспектах своей жизни. И поэтому в каком-то смысле творчество было низведено к ремесленничеству, к воспроизводству древнее языческое творчество, как подражание богам, стало просто мастерством и хорошим исполнением своих земных обязанностей. И только потом, благодаря сохранению мистического ядра, присутствовал и другой аспект творчества, как подражание творцу, как становление творцом, потому что и в монотеистической религии тоже есть это послание – «стань богом». Наиболее ярко, конечно, это в индуизме, или в буддизме – «стань буддой», или в даосизме – «стань дао». Но даже в монотеистическом христианстве подражание Христу в этой жизни. И подражая Христу, у нас есть это симе, мы можем войти в царствие небесное. Но все-таки некоторое ограничение человеческой роли как творца. Поэтому путь европейского творца наиболее драматичен к раскрытию своего творческого начала. И это одна из возможных моделей творчества. Поэтому нам важно не ограничиваться, не попадать в рамку этой модели. Какие другие модели творчества существуют в мире? Ну, есть монотеизм, да, только «я». И есть противоположность этого «не я». То есть буддизм, отсутствие индивидуального «я». Нету ничего. В основе мира шуньята, природа Будды, достижение. Поэтому творчество, что такое творчество в этой модели мира? Это проявление шуньяты, которое что есть? Бесконечная потенциальность. Поэтому я реализую шуньяту, открываю природы Будды, и затем все в соответствии с обстоятельствами проявляется. Это ключ к буддистскому творчеству. Вот миллиард человек. Какой ключ в других моделях мира? Смотрите, какие у нас еще есть фундаментальные мировые религии? Три монотеистические религии. Мы их разобрали. Иудаизм, христианство, монотеизм. Религия, условно говоря, отсутствие индивидуального «я», нигилистической, как иногда ошибочно называют, как буддизм, да? Значит, как противоположность. Нету «я». Дальше. Все множество различных «я» образцов для подражания. Это в изначальном смысле язычество, а как мировая религия – это индуизм. Да? Много богов. Сохранилось. Не исчезло полностью. И в этом, я думаю, особая притягательность Индии для всего мира. Индия манит нас, как заповедник общечеловеческого язычества. Когда нам не хватает ресурсов, если мы живем в буддийской, давосской, христианской или любой другой картине мира, там тысячи лет общечеловеческой истории, связанной с язычеством. Наша нервная система и нейросети 10 тысяч лет подстраивались под это видение мира, под этот образ жизни. И у нас существует предрасположенность видеть мир таким образом, как язычников. То есть мы внутри язычники, мы внутри шаманы. Это 40 тысяч лет человеческой истории. И только 2000 лет мы мировые религии. То есть буддисты, даосы или кто-то еще, христиане. А жизнь требует языческих ресурсов. И мы устремляемся в Индию. Ну, просто посмотреть. Просто экзотика. Слоны, кобры, керала, ритуалы, обезьяны. А попадая в Индию, мы соприкасаемся с вот этой культурой, которая прямо говорит нам, кто мы. И мы получаем в дар это. И мы становимся полнее. И возвращаемся домой уже окрыленные, более целостные, восстановившие свою связь с историей и с миром. И есть другая противоположность. Да, вот смотрите, вот один бог, никакого бога в буддизме, много богов в даосизме. И не то, не то, не то, не то. Все есть поток. Это даосизм. Да, четвертое. Модель творчества. В чем она состоит? Следование потоку. Почитайте ежедневные медитации Бронислава Виногродского. Наверное, вы читаете, да? Вот это об этом. Это вот изнутри. Модель творчества, связанная с этим. Следование потоку. Быть проводником времени. Чувствовать время. Через телесный интерфейс и так далее. Вот очень на современном русском языке излагается великий даосский опыт. И сам Бронислав, ну, безусловно, ярчайший творческий человек во всем, что он делает. И в песнях, и в картинах, и в переводах, и в жизни, и в общении, и во всем. И поэтому это четвертая фундаментальная даосская модель. А где же истина? Кто прав? Ну, конечно же, все правы. И если говорить об истине, то истина в центре, в серединном пути. То есть я думаю, что вот современный творец должен понимать ограниченность любых частичных точек зрения и в каком-то смысле держаться центра. Потому что только тогда, когда мы в центре, мы можем позволить себе любые крайности. Нас никуда не занесет, и мы нигде не застрянем. Мы ощущаем серединный путь. И серединный путь – это самый короткий путь к просветлению, как когда-то доказал Нагаржин. Но я считаю, самый короткий путь к реальности. Потому что искусство – это, конечно же, ну, самая большая, самая главная, самая надежная дорога к реальности, к развитию, к эволюции. Это высшая эволюционная практика. И это вот другое мое прозрение, к которому я пришел. Но я боюсь, возможность вам тоже поговорить. Извиняюсь, что я задолгою тебя рада. Мы очень любим с тобой говорить, потому что это всегда такое очень медитативное, гипно-вгружение таких пластов информации, которые потом, безусловно, распаковываются еще через разные сны и видение. Лу тоже всегда в творчестве. Я, знаешь, во-первых, хотел тебя попросить, Володь, прямо. У меня прямо к тебе просьба. Ты говорил про книгу «Творчество 2.0». Вот можешь тебя попросить? Создай, пожалуйста, такую книгу. Со всеми вот этими невероятными ключами. У тебя удивительная, знаешь, способность соединять разные традиции, культуры, упражнения, конфессии, размышления, забавные истории, музыку вплетать. И у тебя всегда это льется как музыка. Я знаю, что у тебя каждый курс, который ты создаешь, который мы проходим с удовольствием, это всегда такая музыка, которая на каком-то уровне вгружается вовнутрь и запускает удивительные процессы. Поэтому мы тебя еще хотим попросить создать такую книгу. Вот, по крайней мере, для нас и для тех, кто еще будет дальше читать. Ну, она в процессе создания, потому что вот курс, который начнется у меня как раз по творчеству, о гениях, артистах, художниках, каждому из нас. Мы идем. Как освободить творца, да. Да-да-да, вся наша команда. И Олеся тоже будет на этом курсе и несколько других общих наших близких друзей. Вот, и этот курс у меня, ну, он, я как работаю, я для себя уже понял, что мне тяжело просто вот сесть и писать. Я могу... Привет-привет снова. Я могу продумывать свои беседы, как-то вот осматриваться в том мире, в котором я живу. И у меня ничего нет вот такого, но я мысленно просто взвожу себе волосы, чтобы как-то соответствовать. Наши дочки подарили такой парик. И поэтому я, ну, продумываю, проговариваю, потом расшифровываю то, что проговорено, и это получается, ну, такой хороший черновик книги. И следующее, а он у меня уже готов, то есть все расшифровано. И когда у меня будет более-менее свободное время, я просто отредактирую это. Особо не буду карпеть и мучить ни себя, ни читателей, которые ждут, пусть и в сыром виде записаны эти тексты, и просто опубликую хотя бы малым тиражом, чтобы это было доступно для тех, кому это интересно. Володь, ты... Друзья, я, знаете, я приоткрою такую историю, потому что не все так знают Володю много уже лет, и не все так как-то плотно творчески с Володей соприкасались, потому что, кроме как учиться у Володи на трансперсональной психологии, нам еще довелось уже какое-то количество лет вместе творить в направлении кино. Володь нас приглашал делать перформансы на всякие мероприятия, театральные мы делали. И я хочу сказать, что... Классные были перформансы на всех конференциях. Громадное спасибо. Спасибо большое. Да, Лут вообще входила в раж, в экстаз творческий. А вообще мне хочется сказать, что просто вот если говорить про эту книгу, про которую мы сейчас говорим, это просто действительно очень нужно. Володя потратил... Ну, я не знаю, не, потратил плохое слово, неправильно. Володя много лет посвятил, вложил свою творческую энергию еще в создание текстов трансперсональной психологии. Самый, я не знаю, большущий объем литературы, которую можно было провести через себя, Володя, мне кажется, это не то, что сделал, а еще и продолжает делать. Поэтому мне кажется, что ты же это все через себя пропустил, каждый этот текст со всеми этими людьми взаимодействовал не только по книгам, а еще и по кино много лет, всю жизнь. И поэтому, мне кажется, кто, как не ты, на эту тему имеет право и вообще должен просто рассказать через книги. Это же твой инструмент, и я вообще никак не лукавлю, это искренне, честно. Я хотел бы, чтобы такая книга была создана. Спасибо за желание. Право, я считаю, есть у каждого человека делиться своим опытом. Дальше просто жизнь рассудит. Если людям будет интересно, они будут читать эти книги. Если нет, значит... А мы хотим сделать с тобой у нас же в нашем пути сердца всякие новые рубрики появляются про осознанные отношения, про стори-теллинг. Мы сейчас запустили такую штуку, что каждый человек имеет возможность рассказать свою историю. И, на наш взгляд, это очень какая-то прогрессивная новая штука. Вот проверим. А еще есть рубрика «Путь творца», которую Лу ведет. Иногда я присоединяюсь. Вот мы хотим с тобой тоже сделать фильм «Путь творца» на этот раз. Но я хочу косо немножечко перехватить слово. Володя, ты сказал, что каждый достойен написать книгу, но наверняка ведь большинство людей, во-первых, ну, как мы уже обсудили, да, не верят в себя. Во-вторых, даже если они поверят в себя, что они могут написать книгу и что эта книга будет кому-то интересна, но где найти вот именно материал внутри себя, тот, о котором, ну, о котором можно будет написать. Из которого суп готовить. Из которого готовить суп, этот вкусный суп, книгу. Потому что все же одно дело, ну, для нас, как для киношников, снять фильм это уже не так сложно. Ну, потому что мы снимаем, каждую неделю делаем выпуски «Путь сердца» это такие мини-фильмы. И как-то это уже кажется, ну, а что тут снять документальный фильм. Но вот для меня лично, например, книгу написать, это такое ощущение, что, не, ну, это же нужно так серьезно подойти к делу, там, вложить все свое знание, потому что это же книга, она, ну, на века останется. И вот эта такая ответственность чрезмерная, она немножечко, как, ну, придается к книгу веса. Вот как найти тот материал, из которого можно эту книгу слепить и не думать о том, что... Как ты это делаешь, Володь, в общем-то? Как, есть как... Не усложнял ситуацию. А во-вторых, не ставил бы телегу впереди лошади. То есть не ставил бы задачу непременно написать книгу, там, или сделать какое-то открытие. Я думаю, что главное просто жить на всю катушку интересной жизнью, следовать главному, следовать интересу, развивать, учиться, идти, не бояться. И, иметь свой собственный опыт, это самое главное. То есть только любое знание конкретно, нету абстрактных знаний, только контакт с человеком, контакт с переживаниями, с духовными упражнениями, с песком, выращивание детей, любовь, неудачи, проблемы. Жизнь в этом дает нам бесценный опыт. Это невозможно больше ниоткуда подчерпнуть. И, конечно же, мы все имеем тело. Это величайшие дары, а с другой стороны, это скафандр для жизни на планете, Земля, и это материальные ограничения неизбежные, это то, что подвержено разрушению, болезни, старости, смерти, это то, что не вечно. И только тренируя свое тело, учась управлять энергией с помощью пути творца, с помощью различных упражнений, танцев, йоги, цигуна, дыхания, и исполнения на музыкальных инструментах, то есть только тренируя этот неповоротливый роботоподобный интерфейс, мы можем выразить себя. И это в этом фундаментальная, я считаю, дилемма каждого человека, который пытается раскрыть своего художника. Потому что только то, что мы проявили, воспринимаемо другими людьми. Только то, что мы выразили в конечном счете через свой голос, через свою жизнь, через свои руки, потому что все в этом мире создано нашими руками. И когда я что-то исполняю на духовых инструментах, я дышу, и я двигаюсь координированно своим телом, это становится звуком, который наполняет вибрациями мир и вызывает ответные встречные движения и переживания в людях. Поэтому, ну, недаром же говорят, что это труд, 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 труд Творца. Но главное в этом труде, важно понимать, это обладение энергией. И главное – это выражение себя. И это выражение полноценно только тогда, когда мы вот хотя бы интуитивно ощущаем эту бесконечность в нас, источник в нас, который выплескивается, бурлит, который не исчерпаем. Источник в других людях. И поэтому бурление и выражение нашего источника, оно приглашает источник других людей к пробуждению, к проявлению тоже. Это взаимные вещи. То есть вот когда есть вот это, тогда все остальное приложится. Мы найдем любое… Все, чем мы занимаемся, потенциально может стать творчеством. Независимо. Творчество не терпит никаких разделений. Вот существующее разделение искусства отчасти связано с тем, что у нас есть разные двери и окна. Мы видим, мы слышим. У нас есть вкус, у нас есть тело, которое двигается. Поэтому визуальное искусство, идеальное искусство. Да, есть голос, есть живопись, есть кино, как некоторое интегральное искусство, есть балет. Но в итоге, в основе, это все проявленное. И проявить мы можем любыми способами и в любых сочетаниях. Поэтому неисчерпаемые возможности для новых форм искусства, для каждого человека. Каждый человек может уникальным образом максимально полно выразить себя в этом мире и пригласить вот в эту вселенную, которую он выразил других людей. И я убежден в том, что хотя вот в наше время, ну, может быть, 10 тысяч человек считается вот великими учеными, гениальными творцами, первооткрывателями, примерно так общепризнанно, я убежден в том, что через 5 лет таких людей будут десятки миллионов. Мы живем, и я ощущаю вот этот эволюционный пульс в такое стремительное время развития всех и вся, что вот сама весть о том, что мы все можем раскрыть, она уже как освобождающая вещь, весть и катализатор начнет на всех действовать и приглашать, и пробуждать, и помогать, и поддерживать. И, как Христос говорил, где двое и трое во имя, мое там и я с ними. То есть вот творцы, не только вот как наша группа объединения, они все начнут вырастать, соединяться в сети благодаря... Я думаю, что смысл социальных сетей и всего, что нас соединить, тоже вот в этом. В том, чтобы наши проявления стали доступны всем. Потому что это нужно сейчас миру больше всего. И как изменится мир? Представляете, как изменится мир, когда уже будет не десятки тысяч, а сотни миллионов людей, которые каждый, каждый из которых каждый день создает произведения искусства, достойные лучших мировых музеев, театров, кинотеатров, просмотров и так далее. Их каждый день сотни миллионов. Это не только из этой истории, потому что вот такого рода произведений будет в каждом доме много. Понятие искусства изменится. В наиболее полном смысле проявится именно значение искусства как инструменты эволюции и важнейшей эволюционной практики человечества. Потому что это единственное дело, которое доступно нам, людям, начиная с первого вздоха. Мы вздохнули, это уже творческий акт. Мы дышим, и это уже творчество. Мы вдыхаем и выдыхаем, это уже вдохновение. Мы вдохнули, вобрали, навеялись и выдохнули, подарили, выразили себя. Поэтому я думаю, что творчество – это не только эволюция, но это и повседневная жизнь. Ты знаешь, у нас здесь, мы живем в таком доме, мы его сняли, у нас тут в полях площадка, и мы делаем тут театральные лаборатории. Вот, например, сегодня с утра у нас была здесь группа, и это акт бесконечного творения через все, через танец, через голос, через рассказывание истории, драматургию. И вот мы то же самое, у нас сегодня такой же точно разговор зашел. Но интересно, что вот Лу сейчас хотела сказать, что вот... Буквально недавно с нами поделилась подруга. Мы сейчас делаем фильм про Табор, про Табор, театральная группа, которая по миру кочевую. Такие бременские музыканты 21 века. И вот там вот девочки... Она читает книгу Рерихов. Она читала когда-то. Она читала. И там есть пророчество. Пророчество заключается в том, что в наше время, вот сейчас, в 21 веке, пойдет братство, такое белое братство творческих людей, которые будут менять мир через творчество, которые будут пробуждать в людях творцов, и через это мир изменится. Это интересно. Это сколько там, сто лет назад, да? И они рассказывают про то, что это время творцов приходит, когда это цепная реакция будет. Один будет другого пробуждать в другом потенциалу творца, и это начнет там... Когда типа планета взойдет в кризис, начнется пробуждение творцов. То есть Рерихи об этом говорили так дальше? Сто лет назад. Слушай, знаешь, мне хочется сказать, что я вот когда слушаю, я вынимаю, и мне, честно говоря, даже не хочется вот лишний раз тебя прерывать потому что я тебя как старшего брата воспринимаю. Вот мне хочется по-братски так спросить, такое вот рассуждение поднять. Вот если помнишь, мы когда с тобой летали на Кипр к Паше Мунтяну, создателю мистера Фримена, я помню такое однажды было глубокое очень рассуждение, мы общались на тему такую, что вот интересно, вот эти фантасты, которые научную фантастику писали там сто лет назад, например, это кто? Они провидцы, пророки или это демиурги, создатели, которые самскары, отпечатки сознания сажают у наших родителей, родители нам сажают, мы читаем эти книги, и потом вдруг раз этот мир начинает существовать по этим законам. Например, вот мы все помним, что сериалы такие, как Черное зеркало, та реальность, которую мы смотрели, она нас ужасала, она сейчас существует. То есть там коронавирус был еще 10 лет назад показан. А интересно, что вот эти системы лайков, которые там, что люди будут получать лайки, дизлайки, и это будут привилегии на эти лайки покупаться. В Китае эта система существует. И вот хочется еще вспомнить то, что знаменитая картина нашего с тобой общего знакомого, Алекса Грея, Гая, он нарисовал горячее дерево, полностью планету. С одной стороны, там мир природы и существ живых, а с другой стороны, кошмарные ситуации, которые сейчас существуют, или уже прошли там близнецы Твин Тауэрс в Нью-Йорке, а он за 4 года до этого нарисовал, в которых летает самолет. Или, если внимательно присмотреться, внизу этой картине нарисована структура коронавируса, прямо молекула внизу у корней с правой стороны. Вот, что это за люди такие? Как ты считаешь, что это состояние Творца, когда вот попадаешь, ты это провидишь и проводишь, или ты создаешь, сажаешь эти семена, а мир потом начинает простраиваться, существовать? Про ответственность Творцов вообще-то разговор и вот вопрос. Я думаю, это всегда непрестанный контакт, обратная связь. Не то, что мы вот что-то увидели и стали это притворять. Нет, мы в контакте с миром. С одной стороны, да, мы выращиваем будущее, взращиваем сад будущего, семена, и это процесс такого органического роста. А с другой стороны, мы в каком-то смысле мы, это будущее приходит к нам, да, то есть, мы устремлены к будущее, будущее приходит к нам, но каждый миг мы в диалоге. Ты знаешь, вот я хочу напомнить вам и участникам нашего эфира историю с фантазией Уолта Диснея. Мы знаем, что, да, вот начало мультипликации Уолта Диснея, смешные персонажи, и в середине 30-х годов Уолт Дисней узнал о великом визионерском опыте. Он узнал об исследованиях Мискалина, которые проводил один немец в Германии, сам попробовал и имел такой мощнейший визуальный опыт, который перевернул его представление о мультипликации. И он решил вот в своем проекте большом, который назвал Фантазия, показать, как рождается мир, общий корень так называемой реальности и того, что мы называем мечтами. Ведь в каком-то смысле этот общий корень есть, потому что и то, что мы называем реальностью, переживанием своими непосредствами, то, что мы называем мечтами, всеми своими мыслями, представлениями, это все происходит где? В нашем переживании. Оно там едино. И точно так же вот прямо сейчас каждый из участников нашего эфира видит вот наше изображение на смартфонах своих и в то же время ощущает себя вот то пространство, комнат, в которых они сидят или природа, в которой они находятся. И каким-то образом вот этот единый поток переживания обрабатывается программами в нейросетях и в сознании расщепляется на экран, на смартфон, на мир и на себя. Но в основе это единый поток переживаний. Вот это, наверное, корень к пониманию творцов, будущего, взаимодействия. Чем ближе мы вот к этому нераздельному переживанию во всем его богатстве, да, тем более мы реальны. Поэтому фантазия, мечты, предвидения это неотделимая часть большой реальности. Но проблема возникает только тогда, когда мы выделяем вот из этого большого потока какой-то один фрагмент и называем его главным маркером или основанием реальности. Например, только то, что я вижу в этой комнате реальность. А все остальное это религия, это опиум для народа это мир духов, это фигня. Или то, что было в прошлом это шаманизм, это предрассудки общечеловеческие. И с водой выливается ребенок 40 тысяч лет человеческой истории и те сложнейшие нейросети в нашем сознании, в нашем мозге, которые породили 40 тысяч лет вот этого опыта. Вот такое узкое представление или вот все, мы говорим все вот то, что в черном зеркале показали в сериале, вот это истинная реальность. И мы забыли мир квантовой физики, мир точных наук и так далее. Поэтому я думаю, что когда мы ближе к источнику, к большой реальности, когда мы понимаем, что пути творцов неисповедимы, как и пути Господни, то есть есть много, бесчисленное количество способов выражения, видов искусства и так далее. Мы не ограничиваем никого и себя тоже. Да, мы творим. Я думаю, что вот это вот такая, для меня, по крайней мере, отправная точка зрения вот в этом вопросе. И она как-то вот позволяет нам не отвлекаться на вот такие размышления, правда, неправда, сомнения. Она позволяет нам творить, оставаться в каком-то смысле детьми в первозданном творческом состоянии. Ну, мы вот и творим как раз этими вопросами в общую топку этого iCloud, который мы сейчас на тему творчества запускаем. На самом деле, знаешь, ты меня когда-то познакомил с еще очень мощным, близким творцом Эдуардом Михайловичем Сагалаевым. Мы очень подружились, полюбили его. И он как-то в нашей жизни сыграл серьезную роль. Он же меня тогда как раз и направил, познакомил с Сашей Расторгуевым и с Наташей Меркуловой. Вот мы в итоге по пути пошли. И я помню, он собиратель историй был. Он как раз собирал историю типа моей как раз о шаманской болезни, об умирании, возрождении. Ты меня тогда собственно на правило представил по этому поводу. И он когда со мной делился, мы тогда снимали с ним Путь сердца, у нас же есть выпуск с Садовым Михайловичем, и он со мной поделился, как его, что его судьбу во многом в этом воплощении определило, как кинематографиста, ну как человека телевидения, да, и как творца. Вот он поделился, что он когда-то получил огромное трансперсональное переживание, мощнейшее. Он был тогда помощником создателя «Что, где, когда». Как фамилия «Что, где, когда»? А, создал кто? Володь, не помнишь? Кто создал «Что, где, когда»? «Передача». О, звук пропал, Володь. Почему-то звук пропал, да? Да, Володь не слышал. Зрители, может, подскажут пока. Ребята, скажите, пока Володь настраивает звук, кто создал передачу, что, где, когда. Что ж такое? Звук. Или это мы зависли? Так, кого слышно, кого не слышно? Володю слышно? Ау, не слышно. Ага, знака. Да, 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 да. Кто у нас знатоки, признавайтесь? Володь. Так. Володя отключился. Да, 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 не слышно. А нас слышно, ребят? Нас слышно? Сейчас Володя постучится, мы его подключим еще раз. Да, ну вот это интересно, просто у меня вопрос прям созрел такой. Все, отлично слышно. Ну, тогда Володя пока подключается, я поделюсь просто, что мы обсуждали, как... Ворошилов? Ворошилов, спасибо. Знатоки, конечно, Денис. Это же еще и Денис, конечно же. Главный наш знаток. Ладно. Слушайте, ну вот, и Эдуард Михайлович поделился, что он был помощником Ворошилова. Он тогда занимался шнурами, кабелями. Ну, в общем, тогда эта вся история, Эдуард Михайлович поделился, что его потрясло, как он готовился к своим встречам, к своим эфирам, к своим передачам. У него вся комната была, такая оранжевого цвета комната, а, черного цвета, и он туда оранжевые плакаты приклеивал с какими-то мыслями, которые его наводили, какие-то мыслеформы создавали. Что-то Володя нету. И он рассказал, и он рассказал, что когда его, вот, Ворошилов отправил проводить первый его эфир, они подключили тогда и камеры, и когда на Эдуард Михайлович был направлен этот око, стеклянное око, и он вдруг в какой-то момент осознал, что он говорит какую-то речь, и в это мгновение эта речь, она его каким-то образом вылетает в этот объектив и несется на огромной скорости прямо сей час, с этого секунду по тысячам проводов, и она передается на спутники, и в каждый приемник, в каждом доме, где множество людей, кто-то болеет, кто-то радуется, кто-то рождается, и вот это входит в сознание людей, и он какой-то производит эффект их впечатления, вот в этот момент он пережил трансперсональное переживание. Ура! Привет, привет! Пока историю рассказывал, мы не знаем, слышим... Я слышал историю про Ворошилова. Мне кто-то позвонил и отрубил звук этим звонком. А, ну зато я ее рассказал ребятам, и вот эта история, она меня, честно говоря, очень глубоко потрясла, он мне рассказал два трансперсональных переживания. Первое, это то, что его сделали телевизионщиком, и он создал эту империю, он был под глубоким впечатлением, что он может прямо сейчас летать в сознание миллионов людей и там что-то менять. И это про ответственность творцов как раз, это его определило путь. А второе трансперсональное переживание Эдуард Михайлович рассказал, похоже на мое было. Когда он где-то наболил, услышал эту странную музыку, ты знаешь, наверное, там у них странная музыка очень, и она вдруг изменила его как-то состояние, он увидел себя сидящего на диване, и пережил состояние как бы сверху, он увидел жизнь сверху. Это его направило на путь духа. То есть он начал исследовать, у него появилась потребность потом вот эти мистические приключения создавать, где он с тобой познакомился. А ты как знаток как раз мира трансперсональных технологий вообще, ты же тысячи людей привел как раз к подобным схожим переживаниям, которые были выражены потом как арт-терапия на бумагах. Я сам сколько, не знаю, сотен этих рисунков нарисовал. Вот. Ты ведь именно тот источник информации, где можно узнать, как эти вот опыты, которые можно стимулировать без посредством разных изменяющих веществ, через дыхание, через разные экстатические состояния. Вот. Насколько, как ты думаешь, вот эти переживания, они необходимы любому, каждому человеку, чтобы пробудить в себе эту как раз потенциальность, творить? Как их можно легальными способами в матушке России, кроме как еще наши трансперсональные методы, как этого можно добывать, насколько они всем необходимы, насколько они вообще опасны, Володь? Вот. Для некоторых людей это становится как просто, знаешь, как еда. Я на много лет погрузился в эти исследования. Что ты скажешь под таким углом, если развернуть? А что это говорит? Это все давно понятно. Станислав Гров 65 лет своей жизни посвятил изучению необычных состояний сознания, их современным формам и вообще их влиянию на человеческую историю. Все новое приходит к нам в необычных состояниях сознания. Это основа. Необычное состояние сознания сопровождает любые творческие акты. И поэтому мы стоим перед выбором либо жить в коробочке, в колее, никуда не соваться, либо помогать развитию, а значит быть мастерами необычных состояний сознания. Но, естественно, жить в соответствии с обстоятельствами. То есть мы можем достигать этих необычных состояний сознания через дыхание. Это самый простой, естественный и безопасный путь. Например, в формате холотропного дыхания, дыхание огня кундалини, йогери, бюфинга, цигуна, вайвэйшн, любых других видов дыхания. Мы можем через любые другие экстатические практики, через практики раджниша, динамическую медитацию, медитацию кундалини, через духовный опыт, который вызывает экстаз, через искусство, какое воодушевление, какие высокие состояния, какие прозрения дарует нам контакт с величайшими произведениями искусства, а также с творцами в повседневной жизни. Семена искры творчества – это всё, что помогает нам развиваться, значит, это необычные состояния сознания. В необычных состояниях сознания нет ничего необычного. Они – неотделимый аспект нашего роста. Поэтому лучше, если мы будем осознавать, будем мастерами в этих необычных состояниях, будем применять их в соответствии с ситуациями. Есть шаманские способы выхода в необычное состояние сознания и традиционные, например, сибирские с помощью бубна или американских индейцев с помощью вот этих визионерских путешествий, одиночества. Есть традиционные вещи, связанные с постом, с уединением, вплоть до тёмных ретритов в тибетской традиции. Это тоже мощнейшие инструменты, связанные с необычными состояниями сознания. Есть современные технологии, есть изоляционные ванны, есть биообратная связь, есть осознаваемое сновидение. Очень много великолепных практик, методов, которые позволяют нам, мы можем очень быстро с ними ознакомиться, выбрать то, что нам подходит, то, что наиболее хорошо для нас и использовать в соответствии с обстоятельствами, не вступая ни в какие конфликты, ни с собой, ни с окружением, ни с законом. Так что я думаю, что здесь никакой проблемы нет. За очень корректный ответ. Очень корректный ответ. Я понимаю прекрасно, что миры Дона Хуана Маттуса, они, конечно, на самом деле, очень, безусловно, рабочие инструменты. Я, не знаю, много лет исследовал эти миры. А ты вообще фильм создал про это? Но, тем не менее, я понимаю, что, наверное, это не всем, может быть, даже надо в такой вот мере, как, помнишь, там сам Дон Хуан Маттус говорит, слушай, я, говорит, тебя кормил мискалином много лет, потому что ты тупой. Вот Паулито нужно было один раз только, как бы, чуть-чуть его сместить. Но я так понимаю, что это очень плотное к мирам творчества прямое непосредственное отношение имеет. Но... Я думаю, что то, что мы называем, да то, что мы называем мирами, вернее, то, что ты вот сейчас и участник эфира вполне возможно имеется в виду то же самое мирами Хуана Маттуса, на самом деле, это реальность. И пути к реальности неисповедимы, как и пути Господни, да. Есть много разных путей к реальности, для каждого индивидуально, через любовь, через творчество, через общение, через детей, через мировые религии, через что угодно, через путь ученого. Поэтому они не... Дон Хуан тоже не имеет монополии на эти пути. И то, что он показал через Кастанеда. У нас остается одна минута, я очень боюсь, что нас резко оборвет. Одна минута эфира он показывает, я поэтому хочу просто очень сказать, что мы ждем, не дождемся, когда ты запустишь этот курс, и пригласи, пожалуйста, всю нашу команду. А я приглашаю всех наших зрителей, кто хочет, потому что я знаю, что Володя это действительно мощнейший проводник, потому что на нашем опыте это пока мы показываем. Спасибо, дорогие мои, спасибо за приглашение, до встречи на курсе, те, кто... Через какое-то количество дней у нас в моем аккаунте давай тоже пообщаемся на тему программы. Хорошо, Костя, я с удовольствием на следующей неделе встретимся снова. Лу, Костя, дорогие участники. Дай нам информацию, которую мы можем поделиться, когда запуск, что, куда заходить, и мы все... Да, это в моем инстаграме есть на Homo Realites с 1 марта запуск, уже начало программы, в понедельник. И нас добавляй, пожалуйста. До встречи на курсе. До встречи. Счастливо всем. Благодарим. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами, друзья. Пока, ребята. Спасибо всем. Удачи. Сохранили. Да. Сохранили. Спасибо.